Джеймс Най, профессор университета Калифорнии в Сан-Диего, изучает пчел несколько десятилетий. К нему часто обращаются как к эксперту по пчелам. Люди спрашивают меня, а что вы думаете о пчелах-убийцах, о фреганизированных пчелах? Оказывается, что эти насекомые полезны нашей окружающей среде по многим причинам, в том смысле, что они справляются лучше, чем европейские. Они выживают лучше, чем европейские пчелы в тропическом климате и устойчивы к некоторым клещам, которые паразитируют на других пчелах. Но они тоже могут вызывать проблемы. Проблема с афреганизированными пчелами, хотя они опыляют наши культуры, в том, что они очень агрессивны. И вы, наверное, слышали о всех этих историях с убийством людей или многочисленных ужалений. И вопрос в том, почему они такие агрессивные? Что у них в генах такого, что вызывает у них желание ужалить вас сотнями, тысячами особей? Обычно ученые изучают агрессивность на уровне сообществ. Что имеет смысл? Вы проходите мимо семьи, она возбуждается, и вы узнаете, что семья афреганизирована, когда тысячи пчел гонятся за вами и пытаются ужалить. Мы проводим отдельное исследование, где мы смотрим, насколько проявляется агрессия у отдельно взятой пчелы, после чего мы сможем проанализировать ее гены, чтобы понять, какие гены связаны с этой агрессией. Мы берем отдельную пчелу и наблюдаем ее защитную реакцию, ее злобливость, типичное агрессивное поведение. Ученые считают, что обнаружение генетических маркеров агрессии поможет пчеловодам выявлять и уничтожать агрессивные семьи до того, как они покажут себя. Филиппе использует естественный пчелиный феромон тревоги в этом исследовании, чтобы понять, вызывает ли он агрессию, и существует ли разница между степенью агрессивности между европейской и афреганизированной пчелой. Ученые исследуют пчел, чтобы узнать, какие гены участвуют в различных видах агрессивного поведения. Больше информации о пчелиной генетике позволит вывести идеальных пчел, которые будут так же жизнеспособны, как афреганизированные, но при этом иметь миролюбивый нрав европейской пчелы. По словам профессора Ная, в Пуэрто-Рико уже существует линия афреганизированных пчел, которая обладает обеими этими характеристиками, но убедить других завозить афреганизированных пчел, даже миролюбивых и отличных опылителей, непросто. Это отрывок из программы «Внутри науки». Если вам нравятся наши переводы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в наши группы «Пчеловодство ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!